выплыв на водоем мы буквально сразу же нашли клюющую рыбу судачки клевали очень резво хотя были совсем не крупные наполовив немного в этой толпе захотелось уплыть отсюда и подальше так как все лодки окружавшие нас беспощадно складывали в садки все что ловили и все эти малыши были съедены так и не выросшие противно было ловить в таком окружении мы начали искать рыбу в других отдаленных от толпы хопух район в общем такая тема лодки лодки бардак вот вы видите поплавки всякие куча крючков технопланктоны валяются здесь тоже кофты какие-то это не рыбалка это какой-то ужас на самом деле собрался на толстолоба и оказалось так что попал на судака и вот приходится мириться с этим всем ловить рыбу и и снимать этот весь бардак на видео извините но сегодня вот так вот и будет она друзья сколько еще буду его вот это тянуть я не знаю но но это ж паровоз дело в том что мы стоим на таком месте здесь толпа судака сейчас стоит и судак пассивный он как бы клюет ну буквально проводки из 10 проводок может раз все остальное как-то подбагривается это очень неприятная рыбалка но тем не менее плыть особо то и некуда поэтому приходится так вот ловить и сейчас я гадаю это реально машина или я просто его подбагрил ну что-то хорошее дымит ай-яй-яй напоминает морскую рыбалку в болоте самое интересное я не могу его подтянуть а там уходят я чуть 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 буквально отвоёвываю и все и он дальше идет пошел под якорь напарника и потому я немножко так побаиваюсь реально он в ту сторону идет рука уже пыльт да мне удалось его ближе подтащить как раз он зашел за лодку уже и если был чуть дальше то сел бы в якорь но пока все получается он уже не так и далеко рука то болит что же это за машина такая у меня здесь в лодке бардак абсолютный я как бы сегодня на толстолоба нацелился но до толстолоба доплыть не могу пока здесь просто стена судака но я не могу не половить эту стену фитопланктон валяется или технопланктон я под якорь под якорь пошел ой 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 под якорь куда ж ты куда ж ты очень опасный момент сейчас друзья как бы я могу чуть пофорсировать с одной стороны но с другой стороны подлодкой когда рыба лучше этого не делать потому что снасть не успеет самортизировать и если не сход то обрыв нам гарантирован да это судак это машина вы уже наверное увидели но я его подбогрел а вот он вот он красавец фух помотал он нервы мне ну вот казалось бы да трофей рыба действительно очень крупная для такого водоема это гигантский судак но так вот его поймать за бок очень неприятно сейчас по быстренькому взвешу и хочу отпустить все таки трофей я люблю отпускать красавец два два 130 не так и много но не так и мало так дружище я тебя помучил чуть извини меня сорян не уплыл классно резво в общем друзья так и проходит наша рыбалка я я даже не знаю буду я ли делать это видео стоит ли его делать потому что как бы рыба есть но ловим мы ее часто под багрив за бок за голову вот так и причем ключик подобрать мы абсолютно пока не можем иногда она клюет но в основном она не клюет вот так вот так ну вроде даже поклевочка была в общем так ловим и немножко расскажу как мы ищем судака вот на таких стоячих водоемах с небольшой глубиной здесь рельефа вообще нет практически то есть глубина порядка метр двадцать ну метр сорок в этих пределах и да здесь есть судак здесь есть неплохая его популяция есть хорошие экземпляры здесь есть друзья и карась карась тут тоже есть ну вот это очень типично в таких водоемах когда судак держится стаями вместе с карасем подлещиком и карпом сейчас мы тоже попали в такую стаю и этого карасика я за кукань два карася и один окунь вот все что у меня на кукань судаков пока отпускаю в принципе и в общем с одной стороны как бы на закрытых водоемах может показаться что искать рыбу достаточно просто ей некуда уплывать да скажем как на Днепре она крутится примерно в тех же зонах но в то же время найти эти зоны непросто объем воды большой рельефа никакого а рыба стоит очень локально буквально вот конкретно на этом водоеме судак стоит в таких скажем окнах квадратах метров десять это хорошо если квадрат метров десять будет с рыбой как правило квадратики намного меньше и найти такой квадратик очень непросто поэтому главная тактика это реально активный поиск постоянно смещаться и бросать, бросать и бросать что важно вот при таком поиске когда вы не знаете где у вас клюнет где стоит рыба важно знать рабочую приманку для конкретного водоема рабочую приманку и рабочий вес вот когда мы знаем мы просто ставим этот монтаж и с помощью его ищем я говорил глубина здесь порядка метр двадцать поэтому большие груза я как бы и не ставлю моя поисковая приманка это виброхвостик формы примерно теоги или фэт на огрузке 4 грамма такая огрузка позволяет позволяет все таки сделать ступеньку но в то же время мы не знаю посадка какая-то и у меня и товарищ тоже тянет ну в общем что-то сел ну ладно пусть сидит пока так вот вот такая оснастка на 4 граммах на такой глубине на 4 граммах и размер виброхвостика в районе 2,8-3 дюйма позволяет ловить как крупную рыбу так и мелкую рыбу то есть нам главное зацепиться за эту рыбу и а потом уже когда мы заработали первые поклевки первые контакты мы можем мы можем экспериментировать ставить там разные грузики разные приманочки сейчас возьму судачка ну вот снова снова не крупный снова багреныш хотя подача была такая как будто бы с поклевкой не знаю рыбалка по поклевкам по вываживанию да кажется очень интересной но совсем не интересно в плане того что рыба ну как бы и не клюет но приехали ловим я думаю домой же не ехать вот друзья вы видели проводку то есть никаких рывков я особых и не делал просто равномерка по дну в надежде что рыба клюнет была поклевка была но сказать что это честно в рот я пока не берусь не видите вот вот здесь он и клюнул клюнул с поклевкой да может он и нападал но все равно когда ловишь его в этом районе это ну не сказать что сильно кайфуешь от пойманной рыбы то есть главный принцип у нас это зацепиться за рыбу затем мы начинаем экспериментировать бывает лучше клюет на более мелкий силикон на уменьшение веса бывает же наоборот нужно поставить бамбулу такую чтобы дно простучать в общем бывает по разному но самое главное это найти рабочую приманку найти рыбу и зацепиться за эту рыбу хоть как то а затем уже экспериментировать в общем такая тема берем бросаем вот туда там у нас в зоне метров может квадратик 7 на 7 стоит вся рыба да вот так все просто причем рыбы там столько что ну я даже не возьмусь говорить сколько я там там стена судака самое обидное что он особо то и не клюет мы уже перешли на проводки без рывка чтобы минимально обогрить рыбу но она все равно обогрится и пока мы от этого уйти не можем я не знаю что это мне страшно реально друзья мне страшно это ж какой-то паровозина ну по сопротивлению вообще на судака никак не похоже просто судак такие рывки он не делает это очень похоже на карпа в принципе у меня на куканах окунь и два карася а карпик туда пошел бы тоже о боги это капец какой-то это просто капец ого ого и снова идет товарищи под якорь пока еще далеко но очень целеустремленно он идет под якорь Серега наверно придается поднять билетаба уже ты бачишь шнур все идет под якорь уже пошел под якорь конкретно быстрее под якорь уходить ой 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 уже под якорем сейчас я чувствую как якорная веревка просто по шнуру идет вываживание на грани срыва нормально фух все а кукан то мне да кукан е-мое и за кукан съел ай-яй-яй ай-яй-яй как же не хочется упустить все фух мы свободны вываживание продолжается рыба просто метров 70 наверное уже смотала ну не это я заливаю но метров 40 смотала и ушла просто резко вправо и идет вправо я так чувствую она сейчас круг просто сделает и вернется в исходную точку но подустала что-то там на том конце подустала я начинаю отвоевывать ах эти сложные тяжкие метры наверно рука в кадре постоянно извините не замечал просто тяжело одной рукой уже работать сегодня столько рыбы было поймано что болит рука уже даже вы видите по спиннингу как трусится рука такое впечатление что рыба просто остановилась и я сейчас стяну ее как знаете пакет с мусором на течение никакого сопротивления но в то же время идет очень медленно чуть ожила снова показываются круги на поверхности я не могу разглядеть что это за рыба ее размер но она идет прямо под под самым верхом но я так бы поставил на то что это карп да устал устал кто-то устал а я увидел башку это е-мое у меня страшно я вообще не беру рыбу под сачеком но боюсь мне придется это сделать ну снова что самое обидное я уже четко вижу рыба подбагрилась это просто самое обидное в этой истории вот такое вот паровозище да и он багренный ух ты это якорьки на уже? да монстр возможно я пока текий хвост бачь ух 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 мне страшно подтягивать потому что он же реально сейчас может силиконка вылететь и мне в лоб просто подбагрился очень далеко от головы и потому Ну, взять его под жабры очень сложно. Постоянно подныривает и все. Я это сделал. Вы это видите? Это машина. Я нереально дико устал. Как бы и радуюсь, такая машина. Это самый крупный судак 100%, которого я ловил. Сейчас я его взвешу. Не хочу с воды подымать, чтобы... Сейчас жарко очень, вода теплая и судак очень быстро засыпает. Поэтому как бы мало просто отпустить трофей. Нужно отпустить его таким, чтобы он еще и жил. Я думал, это самый крупный судак в моей жизни. Но оказалось, это не так. Это 2 400, 2 500. В общем, все равно трофей, все равно классная рыба. Ну, и будем отпускать его. Причем, посмотрите, сколько на судаке всяких маленьких... Это рыба и клещ называются. Рыба просто облеплена. Потому судак, видно, и неактивный. Так, ладно. Немножко дадим ему подышать. Ушел. Также на таких водоемах часто бывает такой момент, что рыба стоит стаей в одной точке. Да, и она неактивна. Вот как сегодня. Она неактивна. Мы можем ловить ее несколько часов безрезультатно. Либо просто по ней стучать, либо подбагривать, как мы сейчас делаем. А затем приходит какое-то время, и будто бы щелчок рыбе дается. И начинается клев. Уже реальный активный клев. Рыба берет не просто за краешек губы, а в заглуб. Вот сегодня мы на это рассчитываем. Мы ждем вот этого щелчка. Еще что хотел бы отметить. На таких водоемах судак очень часто клюет именно в погоду, как сегодня. Это когда палит солнце. Ух! Поддача! Так хочется верить, что это все по-честному здесь, да? Fair play. Но не знаю. Так вот, на таких водоемах судак очень часто проявляет пик своей активности, именно когда штиль и солнце. Если, скажем, на штиль мы можем... Если солнце может и в пасмурную погоду он клевать, то вот штиль это очень и очень важный момент. Потому что по волне судак в таких водоемах клюет намного хуже. А сейчас у меня для вас бонус, друзья. Что это за рыба, как вы думаете? Это не судак. И не каран. Это сход. На самом деле был карп. Да, был карп. Такой некрупный, грамм 400. И причем клюнуло с внешней стороны. Да, то есть, возможно, была даже поклевка. Вот, бросаем в одну точку. Реально ловим оттуда судака, карася, подлещика. И карпа даже. Все с одной точки. Во второй половине дня, наконец-то, щелчок был дан. И рыба начала клевать. Клевали небольшие судачки. И я, изнуренный вываживанием под палящим солнцем, уже особо и не снимал их на видео. Друзья, вот видите, в принципе... Ух ты, шо ж так громко. Мы дождались клева. Багриться рыба уже перестала. Хотя на силикон, в принципе, она не очень и клюет. Клюет на такую штуку. Я сам в шоке. Первый раз ловлю, не верил в нее никогда. А вот сейчас на нее просто вот... Клев судака. На силикон багриться, а так? Клюет.